Маргарита Ильина только сейчас отыграла на концерте презентации. Даже сообщество ребят, вас очень слышно. Скажи, пожалуйста, зачем тебе это надо? Зачем ты участвуешь в этом движении, даже, в сооружении? Я, 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 зачем? Там можно вырезать, а потом вы... Можно. Я отвечаю по правде. По правде отвечаю. Зачем? Ты участвуешь в этих концертах, в этом движении, с этими людьми. Потому что для меня эти люди очень дорогие. Для меня это почти семья. Музыкальная только семья. Друзья единомышленники. То место, где, куда можно прийти, мне кажется, любовь. Вот в любом расстроенном состоянии, даже если у тебя нет голоса, ты забыл все слова, ты забыл, куда ехать. Все равно ты можешь прийти, потому что тебя поймут, поддержат. Потому что ты можешь дарить людям радость. Потому что здесь можно расти, совершенствоваться. Можно пить самому, можно пить с кем-нибудь. То есть сопереживать друг к другу, сотворить, делать вместе добрые дела. И вот, например, вчера мы выступили в храме Архангела Михаила Трапарева. Нас сразу пригласили в Софийский детский дом. А кто еще кроме тебя с дождя там играл? Артем Белов еще выступал. Да, мы вместе выступали. И просто, когда делаешь какое-то доброе дело вместе, ну, вместе всегда лучше. И сразу как-то, вот мне теперь хочется собрать нескольких людей, поехать где-то в детский дом. А потом кто-то еще скалит, а вот у нас... Играть? Да, играть. Ну, что-то с творчеством, да. Как-то поднять боевой дух. И немножко так, ну, пообщаться. Потому что для них главное, что-то внимание, побыть с ними. Вот. А кто-то другой, например, куда-то еще позовет. Вот Паша Федосов. Звучит. Ну, разные самые... То есть мы здесь... Основное то, что мы можем познакомиться, найти друг друга, сказать привет, это я, а вот у меня такое, а у меня вот такое. И дальше уже идти вместе. Например, когда-то на фестивале я пришла, это был первый раз, когда я была в фестивале, я познакомилась там с Ежей Голубкиным. Потом мы какое-то вместе, в какое-то время вместе пели, услышали творчество, но вы любите для меня. Вы сейчас не поетесь не больше. Ну, да, как-то... Ну, у нас там очень разное творчество, но какое-то время у нас прям вот мы... Все равно вы получили опыт какой-то интересный, это вас развило? Конечно. Он в том, как музыкантов, и как поэтов, и как людей. Я не знаю, что-то я дала ему. То, что я... Когда иногда Паша у меня куда-то зовет, и тоже я могу пописать с него песни, для меня это просто огромная радость. И главное, что хочу, например, поговорить Павуша, именно за его замечательную песню «Видной кошки», которую я услышала просто придя на... Павел услышит нас и увидит ее. Павел, привет! Я помню про тебя. Тоже мы с ним познакомились просто на сотворчестве. Это была какая-то встреча новых авторов. Он приехал, спел эту песню, у него умерла кошка, он ее сочинил. И, кстати говоря, когда я первый раз, мы ее взяли, наши группы, аренажировали, он был очень этому рад. И первый раз, когда тоже была премьера этой песни «Вдажды», тоже на сотворчестве, прибыл до Семена Гриблии и сказал, что как же вы услышали мои... Почувствовали мою трагедию сегодняшнего дня, а у меня сегодня умерла кошка. То есть он приехал, и, в общем-то, он говорит, что я чуть-чуть не плачу. То есть это место, где можно поделиться даже такими событиями, но твоими, можно сказать, личными? Конечно. Вот он приехал с кошкой, мы пели про кошку, а еще Вова тоже. То есть это целая история. Эта песня, на самом деле, очень грустная, но она, получается, вот нас троих уже объединила. И не только троих, потому что эту песню еще услышали другие люди. Потом Вова нас приглашал на какие-то свои мероприятия, мы ее там бели, играли. То есть оно расширяется. Ты приходишь, ты знакомишься с одним, с другим. Ты передаешь какие-то свои чувства, эмоции, опыт. Кто-то тебя чему-то учит, кто-то что-то с тобой играет. И это очень наполняет тебя. Понятно. Маргарита, вот такой еще один вопрос. В чем ты видишь развитие вот этого движения? У тебя какие-то мысли есть? Мне сейчас надо. Да? Ну как вот, у тебя есть такие мысли, как его можно развивать, что можно улучшить? Вот есть у тебя? А как ты думаешь, дурачься у нас с тобой? Нет, ну в плане, что мы же уже поругались. Ну не важно, ты свои мысли говоришь, потому что они могут помочь нам, понимаешь, всем. Всем, да, что нам нужно помочь. Да. Что нам нужно помочь? Мы можем друг другу помочь. Ну что? Во-первых, мне кажется, нужно больше друг друга слышать, что если у кого-то какая-то возникла проблема, беда, горе, как это узнать можно? нужна поддержка. Что он должен, не стесняясь, чтобы он, приходя сюда, не боялся об этом сказать. И потому что много куда приходишь, и ты даже не можешь об этом сказать. Ты понимаешь, что тебя они будут слушать, что ты совершенно никому не нужен. И чтобы как минимум человек об этом мог сказать, и мог быть собой в этом. И дальше, чтобы люди, которые это услышат, это увидят, могли как-то объединиться, например, ему помочь. Я просто говорю, но в основном уже люди приходят, а тут просто играют. Просто играют. Но все равно завязываются какие-то и общения, и это же как всегда как общая молитва. Может, просто надо быть внимательным друг другу раз, и ты видишь, что с человеком что-то не совсем то. Да, подойди к нему. Надо к нему просто подойти, не постесняться, спросить там ненавязчиво, в чем дело, как дела. И может быть человек скажет тебе что-то, или хотя бы не станет легче от того, что ты им просто поинтересовался и говоришь. Конечно, вот это было бы очень здорово. Вот это вот именно личный план, что мне бы хотелось, чтобы как-то мы были немножечко более внимательны друг другу.